Пятерых подсудимых по делу 2 мая оставили под стражей. Сторона обвинения просила для них два месяца СИЗО, но суд оставил их под стражей до 29 сентября. Прокуроры заявили, что отпускать подсудимых из стен СИЗО нельзя из-за многочисленных рисков, в частности у двоих задержанных иностранное гражданство, а у троих ранние судимости. Адвокаты, в свою очередь, просили изменить меру пресечения содержания под стражей на домашний арест. По словам защитников Корчинского и Долженкова, они проживают в Одесской области и опасения по поводу их возможного побега не обоснованы. Адвокат Мефедова вообще обвинила прокуратуру в предоставлении недостоверных данных. В отношении Мефедова сторона обвинения предоставляет недостоверные данные суду, а именно Мефедов имеет на территории Украины постоянное место жительства и неоднократно предоставлялись суду документы, это подтверждающие. Единственный риск, на который посылается сторона обвинения, это риск скрываться от суда. Однако, я хочу обратить внимание, что никаких подтверждений, кроме как тяжесть преступления, сторона обвинения не предоставляет. Начало судебного заседания затянулось на полтора часа из-за того, что все ждали подсудимых, те в свою очередь пожаловались на то, что у прокуратуры нет весомых доказательств их вины. Да я вообще не понимаю, что меня до сих пор здесь держат. В общем, на меня-то ничего и нет такого особого. Знаете, там, если кого-то где-то еще, может, видно какие-то лица, я не говорю за людей в зале. Я вообще говорю, что там действительно есть много людей, которые видно лица. В общем-то, у меня там вообще нигде не видно. То есть, что меня здесь держат уже, как бы, четвертый год подряд, это непонятно. И ссылаться на то, что там ранее судимая или тяжелая статья, знаете, на это есть несправедливо, потому что сам факт, ну, преступления нет, понимаете. Ну, я как бы здесь сижу, а что я делал, непонятно. То есть, какое. Дело в том, что еще стоит учесть, что я болею, действительно, у меня гастрит, и мне нужно лечиться. Я через суд подавал много бумаг на то, чтобы СИЗО реагировало, и никто мне так и не помогает, понимаете. Всем все равно. Рисков абсолютно никаких нет, они все надуманные, есть только на бумаге доказательств, прокурор никаких не предоставила. Более того, она не упомянула, в каких условиях содержатся люди в СИЗО. Администрация СИЗО, она тоже находится под угрозой, их убивают, они в отместку забивают людей, устраивают политические репрессии. Меня, вот, например, 24-го числа поздравили с Днем независимости. 11 человек ворвалось ко мне в камеру, перевернули полностью все мои вещи. И вот так вот органы исполнительной власти поздравляют граждан Украины с этим праздником, так сказать.